До тех пор, до каких мы находимся в теле, дорогие мои, на этой земле Бог желает видеть нас исполняющими Его волю и делающими Его дела. И ни для кого для нас не является секретом то, что Божья цель – это та, чтобы сделать нас подобными, то есть похожими на Него. Мы созданы по образу и по подобию Его, так написано в слове. И, кстати, святой апостол Павел, посланник Ефесянам, он говорит и просит нас – подражайте Богу. Люди, окружающие нас, видят Бога таким, каким мы Его собою являем. Они видят святость, они видят чистоту Божию, они видят Его справедность, они видят Его любовь через призму нашей с вами жизни. И, кстати, неоднократно я встречал тех людей, которые пришли к Богу, говоря, «Если Бог такой же, как и мой сосед, я обязательно хочу с Ним познакомиться». Поэтому мы с вами, дорогие мои, являемся отображением Его природы, Его характера, то есть Божьего характера. И, кстати, вот почему Его цель для нас – быть подобными Ему. Точно таким образом, каким все, что Бог делает, Он делает с определенной целью. У нас есть цели. Я хотел бы поговорить с вами, кстати, об этих целях. И о тех целях, которые мы ставим перед собой в нашей жизни. У апостола Павла, кстати, друзья мои, была очень известная всем цель. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего, звания Божьего. Цели весьма важны в жизни христианина, так как они показывают нам результаты, достигнутые нами. Это относится к явной мере и к физической сфере, и к явной мере и к духовной сфере. Есть цели в нашей жизни очень большие, в достижении которых требуется много сил, стремлений, усердий. Есть же цели и решения, принимаемые нами ежедневно и регулярно, менее значительные. Я определил в своем служении Богу, дорогие мои, то, что великие все, великие глобальные и большие цели, к которым человек стремится, начинаются с очень, казалось бы, незначительных и для окружающих людей незаметных целей. Ну или решений. И беря за основу которых, этих решений, мы достигаем больших результатов и плодов для Царства Божьего. Не только в настоящем, но и в будущем. В чудесной истории Данила и его друзей в Вавилонском плену. Это библейская история, правдивая история. Я вижу прекрасный пример поставленных ими целей. И она была очень угодна Богу. Написано, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Это оказалось настолько угодно и достаточно для Господа, что великое будущее Даниила было предрешено. Вот почему все великое начинается с маленького. Очень важно учитывать то, что мы положим в свое сердце. Достаточно положить в свое сердце цель, выбранную Даниилом в то время, не оскверняться. И успех от Господа просто гарантирован. Весьма хотелось бы обратиться и убедительно просить наше поколение не оскверняться. Молодым людям сегодня открываются огромные перспективы, хорошие горизонты, возможности получить блестящее образование, хорошо зарабатывать или делать большую карьеру. Но если вы настоящий христианин, эти цели выполнимы только с одним условием – не оскверняться. Без этого условия, дорогие мои, все остальное не имеет цены и никакого веса в очах всемогущего Бога. Встречаем моменты нелегкого для нас выбора в любой сфере жизни. Именно цель угодить Господу поможет нам принять правильное решение. Выбранное же мудрое решение поведет нас к правильным и святым поступкам, которые, в свою очередь, выработают наш богоугодный характер, я так скажу, который и определит наш видимый успех и нашу конечную судьбу в Боге. Желаю вам больших результатов, при достижении которых Бог да благословит вас. Всего хорошего!